Всем привет! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков и сегодня завершающий ролик в этом году. Мы посвятим самым главным ошибкам, которые вы делаете в своей психотерапии и со мной, и со сторонними коллегами-консультантами. Поэтому не переключайтесь, смотрите его очень внимательно, потому что бесплатно мало кто вам расскажет о самых главных и типичных ошибках. Поэтому сегодня будет очень интересно. Предлагаю вам внимательно слушать. Итак, ошибка номер один наших клиентов заключается в следующем. Я бы сказал, что это самая популярная ошибка у моих клиентов и у клиентов моих коллег. Люди посмотрели мой канал, они поняли, что такое вегетососудистая дистония, они увидели упражнения для панической атаки, они перестали бояться вегетативных проявлений, они перестали бояться паники, поняли, что это не опасно, что это там и начинают работать дальше. Казалось бы, очень правильная позиция, казалось бы, очень хорошо и очень правильно человек размышляет. Но на самом деле вы не замечаете, как вы можете сделать одну маленькую, как вам казалось бы, ошибку, которая на самом деле может привести вас к той ситуации, когда вы начинаете работать над рациональной терапией, вы ведете дневники, вы диспутируете, вы делаете все правильно, вы углубляетесь в суть внутренних противоречий, и у вас на самом деле все хорошо в терапии получается. Кроме одного. Сохраняется какое-то напряжение. И вот здесь загляните в себя внутрь и посмотрите, нет ли у вас типичной ошибки. А это следующее, что вы все еще верите где-то краешком мозга, что вегетативное напряжение может мне как-то повредить. Или вегетативное напряжение может быть все-таки как-то мне опасно. Или я не хочу, чтобы оно было. Или я не знаю, что я не умру, я справлюсь, но я не хочу, чтобы это было. И поэтому я буду куда-то не ходить, что-то не делать, не сталкиваться с ним, как-то его минимизировать. То есть, проще говоря, говоря мне о том, что вы не боитесь панической атаки, говоря мне о том, что вы не боитесь вегетативных напряжений, вы на самом деле просто научились очень красиво их нивелировать, очень красиво их просто избегать или делать так, чтобы они у вас не появлялись какими-то способами. Но вы не доказали самому себе методом проживания о том, что паническая атака безопасна, о том, что она выдерживаема. Почему? Потому что только поведение доказывает мозгу абсурдность ваших фобических конструкций. Проще говоря, возьми лист бумаги, выпиши на него все обстоятельства, где ты не бываешь, не ходишь и что-то не делаешь, потому что там у тебя случится, там тебе станет плохо, там кого-то не будет и так далее. И по каждому этому пункту тебе нужно будет не просто пройтись быстренько так, а тебе по каждому этому пункту надо будет пройтись, остановиться там, максимально попытаться там все это вызвать, максимально попытаться все это усилить. Это все 33, провокация, усиление, проживание. Вот это все про детальное я сейчас расскажу чуть позже, где это можно увидеть, как это можно найти. И выполнить там все эти упражнения. Прямо список полностью, чтобы ты ходил и ставил галочки. Так, вот здесь, сегодня, завтра, там. И пока ты этот список не добьешь, твой организм не будет на 100% веровать в то, что где бы это ни произошло или как бы это ни произошло, это безопасно. Тогда эта базовая проблема уйдет. Поэтому первая проблема – это избегание контакта с вегетатикой, и это избегание контакта с каким-то тревожным состоянием. Вторая типичная проблема – это уже проблема или ошибка моих клиентов, которые работают непосредственно в когнитивной терапии, ведут дневники, работают над собой, именно над самой невротической проблематикой, над эмоциями гнева, страха, стыда, вины, обиды, ревности, зависти, злости и так далее, которые вызывают то самое невротическое состояние, которое вегетативно проявляется. Так вот, что же здесь за типичная ошибка? Ошибок там может быть на самом деле много, которые мы разбираем на очных занятиях или в группах. Но есть одна, которую я решил выделить особую. Но я бы сказал, что эта ошибка состоит из двух частей. Первая часть заключается в том, что вы не понимаете одной простой вещи. Вам кажется, что приходя на занятия ко мне в кабинет или в скайп раз в неделю или два раза в неделю, ваша психотерапия длится час в неделю или два часа в неделю. На самом деле это фундаментальная ошибка. Когда вы приходите ко мне на занятия со своими дневниками, или мы разбираем концепцию когнитивной терапии, или мы работаем какой-то другой проблематикой, вы в данный момент как бы находитесь на консультации. Но в этот момент на консультации вы справляете ошибки, набираетесь новых знаний, набираетесь новых навыков, которые идете и отрабатываете от занятия до занятия. То есть на самом деле надо понимать, что ваша терапия начинается, когда вы вышли от меня из кабинета, либо положили кнопку скайпа, и заканчивается, когда вы пришли на наше занятие. То есть ваша терапия длится на самом деле все эти дни, а на наших занятиях мы только исправляем ошибки. Если вы будете считать, что придя на занятия от того, что я как-то вам что-то говорю, или что-то я вам внушаю, как вам кажется иногда, а вам станет легче и проще, вы очень сильно заблуждаетесь. Мы лишь работаем над ошибками той работы, которую вы проделали между нашими сессиями. Если вы между сессиями работы никакой не делаете, дневники, упражнения, дискутирование, заполнение таблицы форм, вы не занимаетесь психотерапией. Вы просто ходите ко мне, чтобы раз в неделю поболтать. Не делайте такой ошибки, и это важно. Вторая часть здесь заключается в том, что многие наши клиенты спрашивают, сколько надо писать, и сколько вообще надо писать, а почему надо писать, что это за нейрофизиологическая такая история, расскажите, почему это работает. Хотя многие наши клиенты, конечно, и Всемирная Организация Здравоохранения приняла когнитивную терапию, как золотой стандарт в терапии неврозов, депрессии, это уже состоявшийся факт. Так вот, почему же это работает? Работает это, и сколько надо писать, и сколько надо заниматься, и почему это работает. Объясняю. Очень простым, банальным языком. Вам надо работать над ошибками, приходя на занятия, и всю неделю до занятий вести формы и дневники, для того, чтобы показать мозгу новую колею мышления. То есть, у вас была колея старая, которая была деструктивная, иррациональная, приводила вас к острым интерпретациям, к эмоциям. Теперь вам надо протоптать новую колею в понимании ситуаций разных, которая более рациональная, более взвешенная, более объективна, адаптивна и менее поражающая. Так вот, чтобы мозг увидел новую вот эту колею в лесу, в кавычках, вам надо ее несколько раз протоптать. И как только вы ее протопчете с вашим консультантом основательно, мозг в какой-то момент времени, когда он встанет в ситуации на развилку, пойти по старой форме мышления или по новой форме мышления, он выберет новую, потому что она гораздо более сохраняющая, она гораздо более энергоемкая, она гораздо менее повреждающая, но он выберет автоматически новую форму мышления, если вы будете системно работать над собой, а не просто там пару дней что-то позаписали, ну и ушли. Нет. Поэтому не делайте тоже эту типичную ошибку. Всемирная организация здравоохранения не просто так приняла ее золотым стандартом в терапии депрессии неврозов, потому что если вы технологически с вашим консультантом все будете делать правильно, ваш мозг начнет выбирать вот эти новые дорожки мышления. Вот кто у меня занимается уже на самом деле на первых двух-трех неделях и видит, что потихонечку-потихонечку в этой ситуации меньше эмоций, в этой ситуации меньше эмоций. Вот тут пока еще по-старому, а тут поменьше. И вот потихонечку-потихонечку это заканчивается. Здесь хочется рассказать вам еще один секретик. Наш головной мозг, наш организм – это система. Есть много законов систем. Я поделюсь одним из законов системы, почему так работает. Есть такое понятие, как критическая масса в системе. То есть тяжело работать со мной в психотерапии и вам тяжело вести только в начале. Когда система еще старая, вы думаете по-старому, и вам надо и мне приложить немало усилий, чтобы раскачать эту систему. Что мы делаем? Как мы ее раскачиваем? Мы потихонечку ситуацию за ситуацией разбираем, прорабатываем, разбираем, прорабатываем. И как только количество разобранных, проработанных ситуаций, дневников, таблиц, форм достигнет n-ной критической массы в вашем сознании, система вся начнет реконструироваться сама уже без больших усилий. То есть на самом деле моя работа заключается вот в этом вот самом главном спринте. Но представьте себе, что вы бежите несколько километров. Грубо говоря, моя задача вас разогнать в самом начале. Это похоже на бобслейную, на бобслей. Когда есть разгоняющие, которые толкают боб, потом впрыгивают, а дальше уже сам капитан ведет боб по трассе. Вот я – это разгоняющий человек, который разгоняет вас путем грамотного научения определенного мышления рационального. И как только я вас грамотно разогнал, дальше я вас уже пускаю, и вы уже пошли сами управлять в своей жизни. Где-то вы накосячили, исправились, потом еще раз поехали, еще раз и еще раз. Иногда приходится так, что ко мне приходят через 2-3 года люди со словами «Леш, у меня с беременностью проблема, у меня случилось несчастье, трагедия, надо поговорить, мне опять надо вас чуть-чуть разогнать, и вы опять поехали». Примерно понятна такая метафора. Поэтому я по большому счету занимаюсь разгоном вашей терапии. Дальше вы занимаетесь сами. Никакого пожизненного консультирования в моей практике быть не может. Максимум 3-6 месяцев достаточно для того, чтобы вас разогнать. Нет, есть, конечно, ребята и клиенты, которые занимаются больше 6 месяцев. У меня есть клиент, который ходит год, но мы занимаемся совершенно другими вопросами, мы занимаемся совершенно другими темами, это никак не связано с паническими атаками, ВВСД и прочими эмоциональными проблемами. Итак, проблема номер 3, или ошибка номер 3 заключается в том, что наши клиенты, которые работают опять же глубоко уже в своей терапии и давно справились с паническими атаками, с вегетососудистой дистонии, не могут понять, причем люди далеко не глупые, и кто-то входит в списки Forbes, кто-то заведует большими компаниями, управляет собственностью, кто-то высокопоставленный менеджер, или это просто домохозяйка и студент, не важно. У меня существуют клиенты от списка Forbes до школьника, понимаете, то есть, а проблема примерно одинаковая. Если меня когда-нибудь попросят написать книгу по поводу, кто у меня консультировался, то это в принципе, наверное, сегментировать это очень сложно, потому что это действительно очень-очень прям социально разные люди, и это очень здорово, потому что это дает понимание того, что я делаю правильную работу, и проблема-то на самом деле одна. У меня сидит в кабинете человек, в чье состояние там десятки миллионов долларов, и через час на его место садится человек, который только закончил вуз или только заканчивает школу. Поэтому я очень люблю свою работу, это очень интересно. Ну, в 2017 году вы увидите, будет много интересных проектов, вам понравится. Так вот, про эту проблему. Проблема номер три. Эти люди, неважно где они работают и чем занимаются, долбят когнитивную терапию, долбят, долбят, долбят и долбят. И часто происходят изменения в эмоциональной сфере, но они недостаточны для того, чтобы человек действительно почувствовал себя счастливым, успешным, полноценным, то, чего я хочу добиваться. Это успех и полноценность моих клиентов. Почему такое бывает? Ошибок там бывает тоже немало, но выделив для этой лекции, выделил я ошибку следующую. Я люблю гражданскую авиацию, да, я пилотирую Боинг, нового поколения пассажирский. И у нас есть в одной из, в одном из отделов авионики есть автопилоты. Вот есть автопилот тяги, есть автопилот курса. Вот я попытаюсь вам, пишут все эти ночью даже, я попытаюсь вам, вот время почти 2 часа ночи, мне приходит сообщение, постоянно, круглосуточно, простите. Так вот, автомат тяги и автомат курса автопилот. Вот представьте себе, что ваш невроз, это примерно такая метафора. У вас включен автомат тяги и у вас включен автомат курса. Под тягой я понимаю вашу жизнедеятельность, либо это неврастение слишком сильное, экстенсивное, либо это наоборот бездействие, прокрастинация, да. Ну, какой-то автомат тяги есть. То есть, постоянно, каждый день, одно и то же, вы делаете с одним и тем же усилием, никакого избирательного усилия, все примерно одинаково. Есть автомат удержания курса. Там есть удержание глиссада, удержание навмаяков, или удержание точек, неважно. Есть автомат удержания курса. В неврозе мы понимаем это, что вы каждый день делаете одни и те же вещи. Одно и то же, так же реагируете, туда же ходите, общаетесь с одними и теми же людьми, не принимаете каких-то решений, делаете все, проще говоря, по-старому. У вас автопилот. Вы на автопилоте летите с одной и той же тягой. Раскрываю секрет моей терапии с моими клиентами. Неважно, кто это, миллионеры или это студенты. Выключите автомат тяги и выключите автомат удержания курса. Положите руку на рычаги управления тягой и возьмите в руку, если это Airbus, то это джойстик, если это Boeing, то это штурвал. В любом случае вам надо управлять тягой вручную. Метафора. Где-то ослабить, где-то нажать. Но где-то конкретно надо разобраться. Так же вы начинаете пилотировать самолет непосредственно по новой траектории. Где-то снизиться, где-то набрать, где-то развернуться, где-то обойти, где-то облететь и так далее. То есть вы в выходе из невротического состояния на автопилоте не вылетите. Вы посмотрите эти форумы, посмотрите эти группы, посмотрите этих ноющих людей. Они летят на автопилоте, много чего читают и пытаются, чтобы у них все изменилось. Никогда у них ничего не получится. На манеже все те же рожи. Мои клиенты очень глубоко все знают эти секреты, эти детали. Поэтому вот я сегодня с вами поделился очень важной информацией. Если вы хотите детально, очень досконально все эти техники изучить, не обязательно заниматься со мной индивидуально, потому что то, что я сейчас вам скажу, это все есть у моих клиентов, кто занимается персонально. Если ты хочешь заниматься персонально со мной, либо по скайпу, либо очно, либо в группе, я тебе даю свое слово под ответственность, что если ты до моих занятий, до наших с тобой занятий, либо вместо наших с тобой занятий, очень внимательно изучишь блок из 29 часов всех этих секретиков, о которых я сегодня говорил, но более детально, более подробно и более массово, 29 часов. Ты можешь себе представить? Начиная от упражнений для паники вегетатики, заканчивая как пережить расставание, депрессия, внутренние конфликты, практика когнитивной терапии, дневники и так далее. Вот этот блок откроет тебе глаза на то, что надо делать и как день за днем. Поэтому рекомендую тебе посмотреть в ссылку в описании этого видео. Там есть ссылка на сайт, где ты можешь на самом деле на эти праздники приобрести себе этот самый блок из 8 уроков на 29 часов. Тебе не надо идти на почту, тебе это все придет в электронном виде, в виде ссылок. И работай над собой каждый день посмотри стрессоустойчивость, завел дневник. Каждый день что, куда, список избеганий, когнитивная таблица, автомат тяги, автомат курса. Если ты этот блок приобретешь и начнешь делать все, как там расписано по пунктам, возможно, я тебе и не понадоблюсь. А если и понадоблюсь, то только для короткого разгона и ты дальше начнешь управлять своей жизнью самостоятельно. Ну, а я тебе всегда помогу. Ваш канал Невроза Мегаполис Алексей Красиков. Мы желаем вам успешного Нового Года. Мы справимся со всеми проблемами. Ваш разбегающий, разгоняющий, в отличной форме, в хорошем настроении. Я вернусь 16 января обратно в Россию и продолжу свою работу. Поэтому, если кто-то хочет заниматься очно или по скайпу, пожалуйста, пишите заявки. Я всех вас вижу и со всеми поработаю. Буду очень рад. Но обратите внимание на этот блок. Потому что, если ты придешь и приобретешь 4-5 занятий по скайпу, которые, кстати, мне тут говорили, что где-то написано, что у меня занятие стоит вот 50 тысяч или там 80 тысяч рублей за штуку. Ребятки, мое одно занятие стоит 3,5 тысячи. 60 минут. Не верьте никаким источникам. спрашивайте у меня конкретно. Так вот, если ты даже придешь, я все равно тебе подарю этот самый блок, если ты будешь заниматься у меня системно. Но прежде всего, на этих выходных, чтобы не терять время, изучите эти материалы. Ну и пересмотрите наши с вами сегодняшние ошибки. И еще, помимо стоимости, есть одна тема, которую, наверное, тоже надо озвучить. часто спрашивают, где ваши видеоотзывы ваших клиентов. Ребят, за всю историю мировой психотерапии видеоотзывы не являются в психотерапии, скажем так, уважаемыми. Объясню, почему. Видеоотзыв это маркетинговая история для продажи. Для продажи чего-либо. Объясню, почему. Не потому, что я не хочу продаж или не потому, что некого снимать. Я с 2011 года этим занимаюсь. Можете себе представить? Шесть дней в неделю с 2011 года. Если бы все было так негативно, вы можете представить, ну, какая была бы картина Репина? Я не имею морального права афишировать ни одного своего клиента. Потому что они иногда пишут в комментариях ВКонтакте или еще где-то их заваливают письмами. Заваливают. Конечно, с точки зрения продажи и с точки зрения доверия снять несколько видеоотзывов очень хорошая идея. Это правда. Кому-то это помогает принять решение. Но я хочу поделиться своей позицией. Не обижайтесь мои коллеги, ребят, кто этим занимается. Рассказываю свое мнение и мнение моих клиентов. Когда клиент не знает, что такое паническая атака, не знает, что такое агорафобия, вегетососудистая дистония, и вы ему объясняете это, даете ему упражнения, и у него начинает получаться, он начинает ходить, он начинает не испытывать панику, он в эфории. Вы в эфории. И вы думаете, что произошло чудо. И именно в этот момент вы снимаете видеоотзыв, но проходит энное количество времени, и вы понимаете, что на самом деле ничего существенного не произошло. Даже если паники нету и вегетатики, вы не пугаетесь, и вы передвигаетесь, у вас все равно проблемы с мужем, с работой, у вас проблемы все равно с самооценкой, у вас все равно внутренние противоречия и так далее. Поэтому никогда не принимайте решение на эмоциях. Всегда остыньте. Это лично мое мнение, поэтому я никогда не... Вот видите, время 3 часа ночи, а все равно происходит. Это, кстати, телеграмма работает, это люди записываются. И так постоянно. Зачем мне снимать видеоотзывы? У меня круглые сутки идет запись то туда, то сюда. Что мне рекламировать? Лучшая реклама это мой сарафан, это мои работы, это мои отзывы и так далее. Мне стыдно снимать видеоотзывы, потому что это чистой воды манипуляция. Вот это манипуляция. Человек получил эйфорическое ощущение, что ему помогло, снял, вы повесили и используете. Прошло 2-3 месяца, человек понял, что полная история-то только началась, поэтому ну не могу я, совесть моя не может позволить снимать, просить клиентов снимать видеоотзывы. Тоже извините. Запоминай. Первое. Не избегай вегетативного напряжения, панических атак и не избегай тех мест, где это происходило напряжение. Второе. Психотерапия начинается, когда ты выходишь с занятий с консультантом. Твоя психотерапия идет между занятиями в течение недели. Третье. Чтобы протоптать новую форму мышления, нужно действовать каждый день, вести дневники, вести записи и работать над ошибками. И четвертое. Выключи автомат тяги, выключи автомат курса, начни управлять избирательно, тягой и курсом. И пятое. Обязательно изучи 29-часовый блок всех этих детальных техник и детальных практик. И я уверен, в 2017 год ты уже, в 2017 году ты добьешься тех результатов, которые нужны. А я тебе помогу, чем смогу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, буду в отпуске читать ваши комментарии. Спасибо вам большое. Увидимся в новом сезоне. Записывайтесь на консультации. Ваш Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok